Вряд ли стоит сегодня пересказывать произведение Паустовского или сообщать о нем биографические сведения. Об этом он сам написал в разных книгах, в том числе в повести о жизни. Я хочу вспомнить Паустовского, каким он был, когда вел семинар в Литературном институте в середине 40-х годов. Не правда ли странно, что и про наше время уже можно сказать 40-е годы как о чем-то далеком? Но я хорошо помню встречи, обсуждения, горячие, откровенные споры, ту душевную щедрость, с какой Константин Георгиевич относился к молодым литераторам, и как он настойчиво и ненавязчиво внушал уважение писательскому труду. Предостерегал от погони за дешевым успехом, приучал к ответственности за каждое написанное слово. Таким же, не изменившим себе в этом, он оставался и в последующие годы до самого последнего своего дня. Но я ограничиваю себя во времени, потому что сам пробыл в его семинаре до марта 1947 года. Время от времени он спрашивал каждого «Пишите?» И когда в ответ раздавалось «Да», то следовал новый вопрос «Получается?» Что тут сказать? Иногда кажется, конечно же, получается. А стоит придирчиво перечитать написанное, ничего более серого, скучного, маловразумительного тебе на глаза до сих пор не попадалось. И вот это неизменное «Получается» заставляло сознательно, трезво относиться к своей работе в настоящем и будущем и каждой странице рукописи. Тверской бульвар. Особняк, принадлежавший когда-то дяде Герцена, Яковлеву. И по сей день стоит в глубине улицы. Особняк скрыт палисадником. Здесь помещается институт, основанный Горьким. От посторонних часто приходится слышать «Вы должно быть студент, а где вы учитесь?» И после ответа, что в литературном институте следует недвусмысленный намек «А разве можно научиться быть писателем?» Особо знающие добавляют, что, насколько им известно, Гоголь, Лермонтов, Толстой, Чехов такого института никогда не кончали. Паустовский рассердился, когда ему рассказали об одном таком диалоге. Он сказал, «Понятно, что никого выучить на писателя нельзя. Тут другое. У молодого человека есть запас жизненных впечатлений. Есть стремление рассказать об увиденном и пережитом. И бесконечные споры, которые происходят на семинарских занятиях, на творческих вечерах и встречах, а то и просто в перерыве между лекциями на знаменитых институтских подоконниках или в общежитиях, все это вырабатывает свое отношение к тому, как и о чем писать. И называется одним словом «общение». Общение помогает быстрее определиться, приближает наступление зрелости. Еще Чехов сказал, что писатель должен жить среди писателей. И жалел, что болезнью прикован к Ялте. Слово «писатель» ласкало слух. Но дело было не только в самолюбии. Мы хорошо понимали, как важно быть рядом с Паустовским, как важно узнавать его мнение о твоей работе, о работе твоих товарищей, его мысли о назначении литературы. Он приводил слова Салтыкова-Щедрина, которые потом поставил эпиграфом к «Золотой розе». «Литература изъята из законов тления. Она одна не признает смерти». В его отношениях к нам не было матризма. Каждый мог заявить особое мнение, высказать несогласие с любым из выступавших, в том числе и с руководителем семинара. Я даже чувствовал, что когда, допустим, Лева Кривенко начинал горячо и сбивчиво доказывать что-то свое, то Константину Георгиевичу это нравилось гораздо больше, чем покорное внимание. Он не считал послушание главной добродетелью в человеке, и мы не были ему нужны в качестве робких почитателей, принимающих на веру каждое его слово. В связи с этим я не могу не вспомнить одного случая. Он позвонил в институт и попросил передать мне, чтобы я приехал к нему домой с рассказом, который я читал на предыдущем занятии, и который он в общем похвалил. В просторном, удобном для работы кабинете Константин Георгиевич усадил меня рядом с собой, не за письменный, а за стол, стоящий сбоку, и начал с пером в руке читать рукопись. На моих глазах с рассказом происходило чудо. Переставленные во фразе слова придавали ей неожиданную упругость. Вычеркнутое предаточное предложение облегчало весь абзац, а в прежнем своем виде, оказывается, он был расплывчатым, и я недоумевал, как же сам этого не заметил. «Море у вас в рассказе есть», сказал Константин Георгиевич. «Это Каспий, я узнаю. Но хотелось бы, чтобы вы поискали и нашли какую-нибудь особенность, характерность, отличающую его от всех других морей на свете. Вы где еще бывали?» «Но в то время никакого другого моря я не видел. Сравнивать мне было нечем. Жаль. Вот почему еще писателю надо много ездить. Сейчас оставим это так, а потом, побывав на других морях, вы поймете, что я имел в виду». Мы пошли дальше по тексту. Я следил за его пером, но когда Константин Георгиевич вычеркнул одну фразу, я запротестовал. Он спросил, «Почему я хотел ее сохранить?» Я, как понимал, объяснил. И тогда он восстановил зачеркнутое. «Верно», – сказал Константин Георгиевич. «Фраза нужна. Она действительно создает обстановку, хоть и может показаться лишней на первый взгляд. А вычеркнул я ее, чтобы проверить, вы просто так соглашаетесь или следите за ходом по правам». Девочка с торчащими косичками, удивленные глаза, брусничные щеки. Такой выглядела в 1946 году Инна Гофф, поступившая в Литературный институт сразу после десятилетки. Поступала она с трогательными стихами, но вскоре начала писать и прозу. И давно искала случая поговорить с Паустовским, но сделать это хотела только сама, а не через кого-нибудь из нас. Днем случайно Инна встретила его в узком институтском коридоре, покраснев еще больше, если только это было возможно. Объяснила не очень связно, что хочет попасть в его семинар, что писала стихи и вот недавно. «Подождите», – остановил ее Константин Георгиевич, «не надо сейчас ничего рассказывать. Вы принесите мне рассказ. Есть готовый рассказ? Есть. Вот и принесите. Рассказ выдаст вас с головой». Пожалуй, это интересовало его в первую очередь, что есть у каждого из нас за душой, чем он мог бы поделиться с читателем, и что он увидел в жизни такого, что побудило его взяться за перо. Объяснение этому можно найти. «У меня есть одна слабость. Мне хочется, возможно, большее число людей приохотить к писательству», – писал Паустовский задолго до того, как пришел в Литературный институт руководить семинаром. «Сожаление о зря погибающем великолепном материале преследует меня непрерывно. К таким людям я обыкновенно пристаю с просьбой описать пережитое, но почти всегда наталкиваюсь на неверие в собственные силы, на испуг и, наконец, на ироническую усмешку. Плоская мысль, что писательство – легкое занятие, до сих пор колом стоит в мозгах многих людей. Большинство ссылается на свое исключительно пристрастие к правдивости, полагая, что писательство – это вранье. Они не подозревают, что факт, поданный, с опусканием ненужных деталей и со сгущением нескольких характерных черт, освещенный слабым сиянием вымысла, скрывает сущность вещей во сто крат ярче и доступнее, скрывает, чем правдивый и до мелочей точный протокол. В семинаре у Паустовского были самые разные люди. Большинство пришло в институт не со школьной скамьи. Война в той или иной степени и форме была у каждого за плечами. Даже у вчерашних школьников жизненный опыт не ограничивался двойками и пятерками. И экзамены, которые приходилось им держать, оказывались посложнее экзаменов на аттестат зрелости. Лёва Кривенко, угловатый и несговорчивый, ещё носил чёрную шинель и флотскую фуражку. Морская пехота. Дима Полиновский тоже не снимал военного кителя. И не по причине пристрастия к военной форме, а из-за элементарного отсутствия гражданского костюма. Купить его на знаменитой Тишинской толкучке никому из нас не было под силу. Иосиф Дик, вернувшийся с войны с тяжёлыми ранениями, всех заражал своей жизнерадостностью. И на первом нашем коллективном сборнике весело и дерзко написал «Константин Георгиевич, иду на вы!» Константин Георгиевич, прочитав надпись, одобрительно усмехнулся. Николай Старжинский и Галя Мажарова были значительно старше, но семинар всех уравнял в правах. Настя Перфилева и Макс Бременер писали рассказы для детей, и Константин Георгиевич хвалил их за то, что им удалось избежать столь частого, к сожалению, приспосабливания к маленькому читателю. Он вспоминал о Гайдаре, с которым дружил, и ставил его в пример. Ведь упрощённый подход к теме, материалу, вовсе не признак детской литературы. Книга для детей должна быть такой же достоверной, проникновенной и умной, как и любая другая книга. Тогда же и несколько позднее в семинарии у Паустовского занимались Владимир Тендряков, Юрий Бондарев, Григорий Бакланов, Борис Балтер, Юрий Трифонов. С тех пор прошло много лет. Все, о ком я говорю, уже давно работают в литературе, и читатели встречают их имена на страницах журналов, на обложках книг, «А тогда мы все только мечтали, что так когда-нибудь случится». Правда, не только мечтали, но и готовились к этому. Константин Георгиевич обычно выступал в конце, не оставляя, как я уже говорил, за собой последнего непререкаемого слова. И любой рассказ, пусть и далёкий от совершенства, становился поводом для серьёзного, по самому большому счёту, разговора, в котором писательский труд оборачивался самыми разными гранями. Разговор мог начаться хотя бы с того, что в услышанном на этот раз рассказе порыв ветра хлопал оторванным ставнем, мешая герою сосредоточиться. Подробность? Деталь? Конечно, просто деталь. Но без таких деталей, казалось бы, незначительных, никому ещё не удавалось создать яркую, точную картину происходящего. Вот на фронте, в Первую мировую войну, когда Константин Георгиевич служил санитаром, аэропланы только начинали принимать участие в боевых действиях, и бомбёжки с воздуха не были таким уж частым объявлением. А как теперь, много лет спустя, передать острую новизну ощущения, что смерть может в самом прямом смысле свалиться с неба? Способов понятно множество. И вот один из них. После нескольких налётов лошадь, таскавшая санитарную двуковку, при каком-нибудь подозрительном шуме сразу начинала поглядывать в небо, скособоче в голову. В другой раз заходила речь о сюжете. Помните рассказ Кемингуэя на «Биг Ривер»? Попробуйте его пересказать. Можно бы уложиться в пять слов «Ник Адамс отправился половить рыбу». Но всё дело в наполнении рассказа, в том, о чём Ник вспоминает, что он думает и что чувствует, находясь в одиночестве на берегу большой реки. С высот творчества мы спускались к обстоятельствам жизни писателя. К дисциплине, например. И тогда перед нами возникал образ гимназического товарища Константина Георгиевича Михаила Булгакова. По словам Паустовского, «И в свои последние годы неизлечимо больной» – об этом он, как врач по образованию, знал доподлинно, «и неустроенный Булгаков всё равно каждое утро неизменно встречал за письменным столом. А взыскательность». Это непреложное для каждого писателя качество переставало быть для нас отвлечённым после рассказа о Юрии Олеше. Вот пьеса. Это, как известно, 70 страниц на машинке. У него же на черновики и варианты ушло свыше двух тысяч листов бумаги. А что касается прозы, то в своём стремлении бесконечно совершенствовать текст, Олеша иногда переступал предел, после которого может начаться уже ухудшение, и тогда друзья должны просто отбирать у него рукопись. Он не отдаёт, что вы хотите, у меня рак вкуса. Да уж, чего Поустовский не прощал никому, так это нетребовательности, беспринципной расхлябанности, разухабистого писания на авось. Однажды он сказал, вот книга, она написана, издана, и тогда поздно уже хвататься за голову и ругать себя за плохую фразу, неудачное слово или надуманный сюжетный ход. Книга войдёт в сознание читателей такой, какая она есть. Книга начинает свою самостоятельную жизнь, уже совершенно независящую от писателя. Он не обещал лёгких путей и любил повторять слова Стендаля, чтобы быть писателем, надо почти столько же мужества, как и для того, чтобы быть солдатом. Я как будто снова слышу глуховатый голос Поустовского. Слежу за его взглядом, глаза у него спокойные, внимательные, чуть изучающие, но без той неприятной цепкости, которая создаёт впечатление, что за тобой подсматривают. Мы очень любили его устные рассказы. Вот одна история. Я передаю фабулу, потому что вряд ли удастся сохранить неповторимость интонации, широкую и свободную манеру, присущую Поустовскому рассказчику. Когда его отозвали с фронта, Константин Георгиевич приехал к семье в Алма-Ату, некоторое время жил здесь, а потом собрался в Москву. Сложность заключалась в том, что надо было ввести с собой фунтика, привязчивую таксу, которая стала членом семьи. Неизвестно по каким признакам, фунтик за несколько дней почувствовал предстоящий отъезд. Печальными, вопрошающими глазами смотрел на хозяина и тяжело вздыхал. Начались хождения по разным учреждениям. От ветеринарной лечебницы до железнодорожного начальца, потому что собака хоть и друг человека, но приобрести для нее полноправный билет дело совсем непростое. Наконец, все необходимые бумаги были оформлены. И самое смешное, что фунтик словно бы понял, его собачий билет находится в бумажнике вместе с билетами хозяев и успокоился, перестал вздыхать. Ехали в мягком. На вокзале Константин Георгиевич спрятал фунтика на груди под шубой и так прошел вагон. Он не мог совершить предательство и бросить собаку в Алма-Ате, но и не мог не чувствовать, что сейчас, в дни войны, кто-то расценит это как неуместную причуду. Основания для таких опасений были, что и выяснилось сразу, как только они попали в купе. Усатый капитан в новенькой форме бурно выразил негодование. «В такое время и таскать собаку!» Он вызвал проводника и принялся распекать его, но документы фунтика, билет, бесчисленные справки оказались в полном порядке. Тогда капитан, гневно раздувая усы, сорвал с полки свой чемодан, стреском задвинул дверь и перешел в другое купе. Виновник этого переполоха неподвижно сидел под столиком, понурив голову, с повисшими шелковистыми ушами, всем своим видом выражая непритворную скорбь. Ночью в пути случилось происшествие, довольно обычное для тех лет, когда поездов ходило мало, а ехать надо было многим. На узловой станции скопились пассажиры. Среди них были солдаты, выписавшиеся из госпиталей и получившие отпуск, были возвращающиеся на фронт. Никакой надежды уехать у них не оставалось. И тогда они штурмом взяли вагон и в притирку заполнили коридор. А ничего, мы и так доедем. Не то что проводник, дежурный помощник военного коменданта ничего не смог поделать. И поезд ушел. Фунтик был воспитанный, пес. За ночь он не оставил никаких следов своего пребывания в купе. Но утром пришлось о нем позаботиться. Он и так уже начал скулить и скулил все настойчивее и нетерпеливее. Константин Георгиевич тяжело вздохнул, но делать было нечего. Он надел шубу и пристроил фунтика на груди, запрятав его с головой. Коридор из конца в конец был забит. Люди стояли у окон, сидели на вещмешках, и тут фунтику понадобилось высунуть острую любопытную морду. Константин Георгиевич обмер. Смотри-ка, собака, раздался чей-то удивленный голос, рыжая, сделал для себя открытие другой, а уши-то охотничья, что ли. И люди в проходе потеснились, насколько это было возможно, давая хозяину собаки пройти с ней в тамбур. Потом он вернулся, и к нему в купе по одному, по двое стали заходить солдаты. Они деликатно присаживались на край полки и рассматривали фунтика, который теперь в полном блаженстве растянулся в ног, интересовались породой, и на кого можно с ним охотиться. Ну да, на лис, и на барсуков хорошо, на полусогнутых сподручнее лазить в норы. Вспоминали своих собак, оставленных там, дома. Тут-то их случайный сосед по купе не без тайного злорадства и рассказал про горячего, усатого капитана, как он возмущался и требовал, чтобы собаку высадили. Об этом стало известно в коридоре. И коридор зашумел. Раздавались голоса. Это который? Усатый, говорят. Ишь ты, какой быстрый, высадить. Да видал я, гладкий такой, форма у него новая, в деле небывавшая. Собака ему, смотри, помешала. А что, ребята, давай его самого от поезда отставим. Шум нарастал. Захлопали двери купе, искали усатого. Но его так и не обнаружили. Где-то сошел, сказали. А проводник потом, потихоньку, рассказывал, никуда этот капитан не сходил. Тут же и находился в вагоне. Только поспешно сбрил усы. Вот и вся история, как она мне запомнилась. Мы восприняли ее, как совершенно законченный, только ненаписанный рассказ из тех, что преподносит писателю жизнь. Если только он настоящий писатель и держит глаза и сердце открытыми. Несколько лет спустя в предисловии к собранию сочинений Паустовский писал «Больше всего я обязан простой и значительной жизни. Ее свидетелем и участником мне посчастливилось быть». Эта жизнь из его книг входила в сознание читателей частью собственного опыта. А читали его всегда много и охотно. Даже в те годы, когда критика предпочитала умалчивать о Паустовском или же в торопях нападала, например, за сочувственное предисловие к одному из сборников Александра Грина. Наверное, всем пишущим, независимо от таланта и опыта, начинающим и продолжающим, маститым и малоизвестным, знакомо неизбежное чувство волнения, которое вызывает лежащие перед тобой чистые лист бумаги. И еще удивление, когда он буква за буквой начинает покрываться строчками и трепет, так ли все получается, как хотелось, бывают заторы. Но это не страшно, потому что писатель не одинок в своей работе, оставаясь наедине с листом бумаги. Рядом множество людей, с которыми он когда-либо встречался, которых любил или ненавидел, которых знал или слышал о них. Они – его спутники на той трудной дороге по сильно пересеченной местности, что ведет к созданию книги. Умение отточить фразу и сделать ее непринужденной, построить звучащий диалог или так описать дождь, чтобы читателю захотелось накинуть плащ. Все это бесспорно нужно, и без этого просто нет писателя. И одновременно все это ни к чему, если нет главного – знания жизни. 1967-1968 годы. Советская проза. Это обложка книги. Это были отрывки из рассказа «Незабытые вечера». Из книги «Неподвижная земля». Повести и рассказы 1980 года издания. Автор – Алексей Семенович Белянинов. Источник «Там рассказ «Незабытые вечера»» на сайте Паустовский. На этом все. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал «Веб-Рассказ. Новосибирск». И ссылка на плейлист «Все рассказы». В нем 963 видео, озвученное мной. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok